Приветствую вас на подкасте про Escape from Tarkov. Сегодня поговорим про патч 0.12.9, который будет установлен на сервера Escape from Tarkov 24 декабря. В 11 часов начнется установка и минимум будет устанавливаться 4 часа, а может быть даже больше. Также нам показали патчноут. В этом патчноуте могут быть изменения. Это так сказать не финальный список того, что мы увидим. Да и в целом здесь очень много изменений, которые описаны примерно. Конкретно понять, что изменили разработчики сложно. Сразу с чего нужно начать, это с самого главного будет вайп полный. То есть после того, как выйдет патч 0.12.9, вы начнете игру заново. И что же нас будет приветствовать с самого начала? Во-первых, переработаны стартовые наборы снаряжения ЧВК. Добавлен выбор головы и голоса при создании персонажа. По две новые головы на каждую фракцию. Голову и голос нельзя будет изменить после создания персонажа. Только после сброса аккаунта или вайпа. Так что сразу выбирайте наверняка. Также расширят локацию лес. Разработчики уже давно про это рассказывали. Говорят, что локация расширится довольно таки серьезно. И это будет что-то неожиданное. В целом у меня никакого негатива от локации лес нету. Но честно говоря, там особо на этой локации ничего такого и нет. Больше всего мне на карте лес нравится местность возле выхода окраина. Там есть озеро окраина, дом диких. И в целом этот угол такой интересный, поскольку там можно тактически от холмиков и рельефиков покрутить врагов, поперестреливаться, активно побегать. Также есть такой вот центральный лес. В нем кроме как аккуратно передвигаться или сидеть в кустах, особо заниматься нечем. Есть всякие кемперские скалы, посередине большая лесопилка, естественно с боссом. Блокпост ООН, здоровенное поле. Ну и по краю карты там такое, чисто побегать. В целом ничего особо такого интересного. Есть пару бункеров, в них там ящики и в целом все. Но на этой карте легче всего отдается задание со всякими снайперскими винтовками, пострелять вдаль там на 100 метров и так далее. На других картах посложнее, поскольку они более такие замкнутые, короткие, от укрытия к укрытию. Нужно выжать из своего воображения максимум, чтобы придумать, где найти на локациях на остальных расстояние 100 метров, так чтобы там чувака вообще в принципе присутствовали и мы могли в них пострелять. А вот на карте лес найти 100 метров и пострелять не так уж и сложно. Видимо как раз таки из-за того, что на ней не так уж много всяких интересных мест. Более-менее пустовато, поэтому есть возможность пострелять вдаль. Помимо того, что локация расширится, судя по тому, что я видел, там еще в открытом поле добавят какую-то типа базу. Точно не помню, как она там у них называется и что это такое. Но, честно говоря, смотрится она как-то так себе. Просто открытое поле и посреди него выросла квадратная база. Она как-то вообще ни к силу, ни к городу на этой местности не смотрится. Как будто бы искусственно ее туда приволокли, а не она там появилась каким-то естественным путем. Вообще как-то рельеф там не смотрится. Может мне, конечно, на скриншотах так показалось. Вживую, возможно, будет выглядеть получше. Мне сложно сказать, нужно ли карте лес расширение. Карта прикольная для своих задач. Выполнять задания со снайперками. Часть карты, которая со стороны блокпост ООН, мне не особо нравится этим здоровенным открытым полем. Но и эта база, которая там вырастет, она как бы вряд ли решит проблему, поскольку она не такая уж и большая. Ну а так, в целом, у меня к этой локации никаких вообще претензий нет. Все зависит от того, как они расширят, будет ли интересным и играбельным новое пространство. Поскольку, допустим, на карте таможня после расширения добавили очень много пулеметов, очень много прострелов, там где их раньше вообще не было. И теперь нужно башкой вертеть, как пропеллер на 360 градусов. Но со временем привыкаешь, понимаешь, куда нужно присматриваться, откуда ожидать врага. Постепенно это не так страшно выглядит, как было поначалу. Поэтому на карте лес тоже все может быть сначала страшно, а потом прикатается и будет нормально. Дальше доработает умение иммунитет. И переработает умение метаболизм. Никакой конкретики я здесь не вижу, что-то куда-то переделают, не особо понятно. Придется разбираться, когда выйдет патч. В этом основная проблема патчного-то Escape from Tarkov, поскольку в них особо никакой конкретики нет. Просто там примерно написано, в каком направлении что-то поменялось. А дальше уже будет видно. В целом, это весь Tarkov такой. Чтобы найти конкретную четкую информацию, нужно постараться и выполнить кучу квестов, еще не входя в игру. Уменьшена громкость шагов персонажей и звуков касания растительности. Это, наверное, одна из самых божественных строчек в патч-ноуте следующего патча. Вот этот вот звук того, как ты идешь по своим ушам или своими ушами идешь по земле, это что-то нечто. Ни в одной игре такого я не испытывал, когда звук, он просто чересчур громкий. Даже если взять тот же самый PlayerUnknown's Battlegrounds, там довольно-таки быстро поняли, что отвлекающие всякие посторонние внешние шумы, их нужно подрезать, поскольку они довольно-таки сильно напрягают, раздражают, отвлекают и они не нужны. Это нужно еще постараться и поработать со звуком окружения, с уровнями звука, всех звуков, чтобы нужная вещь была слышна, чтобы окружение тоже было слышно, но оно ничего не перебивало, никак не отвлекало, не раздражало и не было громким. В Таркове с этим проблемы. Очень много звуков чересчур громких, из-за этого не то, что тяжело играть, а просто порою противно. Понимаю там хардкорность, реализм, все вот это вот самое, но не хочется после рейда просто оглохнуть нафиг. Все-таки эта игра, она должна быть приятной и приносить удовольствие. Первое, с чем ты сталкиваешься и любой игрок сталкивается, это с тем, что звук нереально громкий. Если сравнивать в игре нужные звуки одни, другие там, с некоторыми ненужными, то уровень звука очень сильно разнится. Своих шагов, со звуками остального, окружения, других шагов и стрельба, очень большие перепады. Если сделаешь тихо, то ничего не услышишь, кроме себя. Если сделаешь громко, чтобы было слышно окружение, то будет противно от чрезмерной громкости своих шагов, выстрелов и так далее, особенно взрывов. Если уровень шума своих шагов и кустов снизится довольно-таки заметно, это будет вообще кайф. К патронам добавлен шанс вызова кровотечения. Некоторые патроны теперь вызывают сильные или слабые кровотечения чаще, чем другие. Тут опять же, все зависит от баланса. Много кровотечения мне не сильно нравится. Поскольку любая перестрелка даже сейчас заканчивается тем, что минимум одно кровотечение добудет. Даже если тебе просто там немного попали, уже все начинает растекаться. Если жестко в тебя попадают, то ты как решетой и из каждой дыры течет. Да, конечно понятно, что подставляться как бы лучше и не надо, но может получиться такая ситуация, что после вайпа, когда у всех будут первые уровни, персонажи будут не вкачанные, не то что из каждой дыры будет струя, а по 2 и по 3 струи из одной дырки. И нужно будет за собой тележку бинтов возить. Кровотечение это пусть будет. Главное, чтобы Никита не переборщил. А то там уже были эти вот усиленные кровотечения, что у меня их там по несколько штук за одну стычку было. Буквально раз в тебя попадают и начинает с тебя все вытекать направо и налево. А потом оказалось, что прокачка персонажа не влияла на кровотечение. Из-за этого она была чаще, чем должна была. Вот сейчас так и получится, что персонаж первого уровня будет просто растекаться при первой же стычке с любым, даже тем же самым ботом. Просто дикий тебе ткнет, раз-два и потекло. Но опять же тут непонятно, какие патроны имеют больше шанс, какие меньше, абсолютно непонятно. Опять придется разбираться, когда выйдет патч. А в игре особо каких-то там описаний так-то и не найти. Опять придется лазить по всяким сайтам. Некоторые очки из-за брала теперь уменьшают длительность ослепления от свето-звуковых, ронат и патронов. Это очень хорошо, что они выпустили сначала дробовик с патронами, которые оглушают, ослепляют. А потом добавляют возможность очкам и забралам уменьшать длительность ослепления. Было бы прикольно, если бы это вышло одновременно. Но спасибо и на этом. Опять же непонятно, насколько уменьшает. Не так уж и часто такими патронами стреляют. Не так уж и часто кидают флешки. Поэтому это все тоже непонятно, как оно будет работать и даже не сразу мы это поймем. Потому что кто будет после вайпа ходить с этими флешками и патронами? До патронов там еще добраться нужно. А флешки кто их будет покупать? Разве что где-нибудь найдет и просто так кинет. Игроки будут получать письма с поддержкой в течение первых 7 дней игры. Честно говоря, мне эта строчка особо как-то никак. Я как бы не против, что больше барахла мне будут давать. Но у меня с этим проблем никаких нету. И в игре нет никакой сложности получать, фармить деньги. Нужно просто стараться выживать в рейде, а не носиться как свинья, упарываться на всех подряд. Особенно в начале, когда твой персонаж слабенький, глухой, кривой. А дачу контролить особо не может. Бегает не очень. И после ранений ему сразу становится плохо. Ничего он там выдержать не может. Поэтому лучше играть аккуратней. А кто не умирает, тот и получает доход каждый рейд потихоньку. А иногда даже что-нибудь крупное получается утянуть. А вот просто давать письма с какой-то там поддержкой даже никак не обыграно. Ни по лору игры, ни с торговцами, никак. В заданиях бы каких-то давали бы больше. Если уже разработчики видят, что новички не справляются. Просто письма, это же не интересно. Тут пару изменений с барахолкой. Где там какие-то кнопочки добавили. Круто. Так вот прочитаешь, честно говоря, сложно сказать по предложениям. Какие там куда кнопки не добавили и что они делают. Поскольку барахолка она там здоровенная. Чтобы понять как оно работает, это надо заходить и проверять. Также экипированные нарукавные повязки теперь не теряются при смерти. И не снимаются с погибших игроков. Это конечно замечательное изменение. Но кому они нужны эти нарукавные повязки? Мне кажется, нужно сделать такую возможность, что если ты играешь в пати, ты можешь активировать командные повязки, которые будут у всех одинаковые. Все. Не нужно их там ни покупать, ни продавать, ни лутать, ни брать, ни поднимать. Ничего. Они просто захотел, активировал, если ты с кем-то играешь. Не захотел, не активировал. Все. Они, честно говоря, в игре не особо-то нужны, даже если ты играешь в пати. Это все ни о чем. С этими повязками во время рейда очень тяжело разобраться, кто там стоит к тебе, какой стороной, на какой руке. У него там повязка есть, нету, видно, не видно. Письмо с наградой за выход в кооперации с диким теперь будет приходить с небольшой заделкой. Вот такое какое-то изменение. И таких изменений в патче много, когда что-то изменили, но ничего не понятно. Вот очень жесткое изменение, которое пофиксит возможность спрятать теплак. То есть положить крепление с установленным тепловизионным прицелом в защищенный контейнер теперь нельзя. Эти теплаки стоят там по ляму. После вайпа, возможно, они подорожают. Покупать теплак, а потом просто в рейде упустить целый лям. А помимо этого теплака, ты же еще что-то с собой несешь, ты в чем-то одет. Этот теплак на что-то крепится, ты же его не в руке несешь. И за одну катку ты можешь потерять очень много. Видно, что люди дорожат теплаками, пытаются его хоть как-то спрятать. Да, это были, конечно, такие не очень честные моменты. Теплак одевать там на одну штуку, на другую, потом прятать это все в защищенный контейнер. Чтобы если ты умер, теплак остался. Терять лям не хочется. Но при потере таких дорогих предметов довольно-таки сильно пригорает. Но с другой стороны, очень бодрит, когда ты убиваешь чела с теплаком и забираешь себе. Теперь кто-то не захочет лишний раз купить теплак, забоится. Мне кажется, можно было бы что-то подумать насчет того, как сейвить такие дорогие вещи во время рейда. Для игроков, которые часто играют много и хорошо, Такие вещи, которые стоят лям, скорее всего, вообще мелочь. Но я уверен, что многие себе даже, наверное, не смогут позволить себе такое взять. А раз не смогут взять, не смогут даже как-то потренироваться с ним играть. Что оно там вообще такое. Не попробуют этого или попробуют, но их даже с ним убьют. Поскольку мало там опыта или скилла. Видимо, придется учиться всем хорошо играть, чтобы такие вещи иметь. С одной стороны, это хорошо. Будет стимул учиться хорошо играть, чтобы не поощрять рукожопство. Но с другой стороны, некоторые новички могут не попробовать тех или иных вещей в игре. Со временем перестать в нее играть. Поскольку там не попробовали, тут не попробовали. В итоге, у них игра неполноценная выйдет и все. Добавлено новое снаряжение и одежда. Верх и низ ЧВК. Бронежилет, разрузка, балаклава. Верхняя одежда для дики. Изменены характеристики большого количества оружейных модов. Короче, будет очень много разного шматя, обвесов и так далее. Но опять же, все описано образно. Четко не разобраться. Упрощены квесты егеря. Который раз я уже читаю эту строчку в патчах, в одном, во втором. Сколько они будут их упрощать, пока уже не доупростят там до самого дна. Я выполнял эти великолепные задания егеря. Они поначалу кажутся вообще невыполнимыми. Потом супер сложными. Но так или иначе, в какой-то момент ты уже начинаешь догадываться, как их выполнять проще. Уже начинаешь их выполнять. И в целом, когда ты их уже сделал, вздыхаешь с облегчением. Но последние задания там некоторые, да, вообще обезбашенные. По сравнению с остальными, небо и земля. Но в целом, большинство заданий Таркова направлены на знание локаций, знание оружия, как их собирать, куда-то прийти, что-то положить или забрать, походить по карте, поубивать мобиков или ЧВК. В целом, большинство заданий, они в принципе похожи. Различие лишь в том, что на одной карте это надо повыполнять, потом на другой. Все вот так вот по кругу идет по всем картам. Практически все на них одной тоже делаешь. Походить по локации, расставить маячки, походить по локации, что-то там где-то там. Заложить, разложить, забрать, поубивать ботиков в одной одежде, в другой одежде, с оружием, с одним, с другим, на расстоянии, вблизи, когда ты ранен, не ранен. И то же самое с ЧВК. Вот в принципе все задания Таркова. Они очень такие вот, типа заходи на локации и вот так вот развлекайся с различным барахлом, одним и тем же на всех картах. Да, в целом набирается какая-то разнообразность путем того, что в игре локаций много, они большие. Есть места, которые закрыты какими-то ключами, туда не так легко добраться. Много людей туда ломится. В некоторые места так просто не войти. Нужно все изучать. Когда очень хорошо знаешь локацию, понимаешь куда смотреть, что делать, становится намного легче. И все задания проходятся крайне быстро. Но пока ты находишься на этапе изучения локаций, все тяжело. Особенно если ты не пользуешься всякими сайтами, с картами, со скриншотами, где все описано, рассказано, показано. Наверное просто зайти в игру и играть в нее без всякой помощи. Это жесть как долго, мучительно, непонятно. И обучения в игре предварительного особо никакого-то и нет. По сути, все прохождение всех заданий, это и есть обучение игре. Когда ты пройдешь все задания, ты научишься всем механикам, поиграешь с многими пушками разными, с разными обвесами, днем, ночью и так далее. Мне интересно, как потом Никита собирается делать какую-то сюжетность в игре. Поскольку в этих вот всех квестах там уже что-то есть. Какие-то предыстории маленькие и взаимодействия между торговцами тоже есть. Просто кто это все читает. Там-то оно в писюлечках, в записочках все есть. Но обычно просто прочитали по заданию, что нужно сделать и пошли делать. А то, что упростили очередной раз квесты егеря, на самом деле там есть квесты не только у егеря, которые ну очень душные, долгие, затянутые и делать крайне долго. Причем они сваливаются на тебя с бухты-барахты. Вот ты выполнял чуть ли не по 3-4 квеста за одну катку, а потом выпадают такие квесты, что тебе его делать несколько дней минимум. Душнота лютая. А если ты еще не сильно много играешь, то это короче одно задание надолго. Делать долго одно задание, ну не сильно интересно. Не интересно, когда задание превращается в гриндилку. Убей 250 миллиардов ботов с аберритом, миллиард каких-то шапок, каких-то еще помоек. Это не особо интересно. Уменьшен бонус снижения отдачи от умения контроля дачи и практических оружейных умений. Опять же непонятно насколько уменьшен, но то, что прокачанные челики с кривых пушек стреляют довольно-таки четко, это конечно интересный момент. Но с другой стороны, может так получиться, что кривые пушки не нужны будут ни в начале, когда ты качаешься, ни в середине, ни когда твой персонаж уже высокоуровневый и прокачанный. Поскольку они будут всегда кривыми, с кривой пушки стрелять не сильно хочется. Я для себя выделил там несколько штурмовых винтовок, несколько ппшек и все, больше для меня оружия в игре не существует. Ну и конечно же один пулемет тоже имеется. Поскольку остальное все, оно либо с кривой отдачей, что фиг куда попадешь, особенно все эти калаши. Либо оружие, у которого нет автоматического режима огня, тоже идет лесом. Поскольку некоторые враги ЧВК довольно-таки неплавно, мягко говоря, двигаются. И попасть в них одиночным выстрелом не то, что тяжело. Это иногда невозможно. Поскольку непонятно вообще, что происходит с врагом. Он бежит, стоит, идет. Некоторые двигаются плавно, четко, понятно как они двигаются. Но некоторые просто, я не знаю, там может у них проблемы с интернетом или еще непонятно с чем. Они просто ужас. Поэтому самое верное решение это автоматы и ппшки, которые стреляют четко и попадают так, чтобы убивать довольно-таки быстро. Остальное все не нужно. Корявые и одиночные нет. Перегрузка персонажа начинается при 35 килограммах. Раньше начиналось при 40. Ну теперь не захочется тягать сильно много. Честно говоря, я и сейчас не могу утянуть. Так, чтобы прямо аж сказать, вау, вот это я притянул пол карты. А если еще снизить, да блин, и так, пару вещей взял, все, уже перегруз. Вообще, если посмотреть на все патчи Escape from Tarkov, то видно, что имеется такая тенденция, разработчики душат возможность носить много лута. В игре, конечно, имеются всякие там стимуляторы, при которых можно будет носить больше. Видимо, придется ими чаще пользоваться. Ну и также, чем раньше начнется перегруз, тем раньше начнет качаться сила. И все у нас в игре будут силачами. В целом, не сильно понимаю, как это повлияет на игру. Так, чтобы спрогнозировать, что это в итоге даст. Раньше начнет качаться сила, все будут посильнее. От этого большинство персонажей получат бонусы от этого навыка. Но, с другой стороны, сильно много тягать не захочется, поскольку в некоторых моментах хочется быть мобильным. Но, опять же, в игре добавили возможность два раза нажать Z и сбросить рюкзак. То есть, в принципе, можно себя нагружать всяким барахлом, но скидывать рюкзак вдруг чего, а потом бегать его искать, если выжил. В целом, может быть и неплохое изменение, но, опять же, оно заставит лишний раз делать какие-то действия, о чем-то думать, когда ты начинаешь носить с собой лут. Увеличение лимита закупки некоторых патронов у торговцев. Вот это хорошее изменение, но непонятно, опять же, насколько увеличено, каких патронов. Все вот так вот размыто. Это хорошее изменение, поскольку у меня были такие моменты, что чуть-чуть патронов купил, и, в принципе, все. Там буквально на пару каточек хватает, и дальше уже где эти патроны брать, непонятно. Приходится в схроне себе делать наборчик из одного оружия, наборчик из другого оружия. Закупаешь одних патронов, они заканчиваются, переходишь на другую пушку, ходишь с ней, потом ждешь, пока у торговца опять патроны какие-то появятся, покупаешь их, опять переходишь на ту пушку, и, короче, такая вот возня какая-то происходит. Если будет меньше такой вот возни, я только за. Новое оружие и патроны. Пистолет, пулемет, Крис Вектор. Насколько я слышал, Вектора уже довольно-таки давно просят, спрашивали, когда его добавят. Вот-таки, наконец, скоро он уже появится. Выглядит он довольно-таки прикольно. Интересно, что там будет по отдаче, насколько он будет удобен и точен. Это интересная для меня пушка, поскольку ППшки я люблю и уважаю. Штурмовая винтовка СИГ-МЦ-ИК. Это я вообще не знаю, что такая за пушка. На картинках в интернете выглядит довольно-таки грозно, устрашающе. Здоровенная такая бандура. Посмотрим, что она такой. Пистолет, пулемет, UMP. В принципе, UMP довольно-таки заезженная пушка во всех шутерах. В Таркове она тоже будет, вот как мы видим. Ничего особо от нее не ожидаю. Просто попробую, а там будет видно, понравится, не понравится. В принципе, из ППшек у меня уже есть и так любимчики. Пару штучек мне хватит. Но если хоть что-то мне понравится, либо UMP, либо Вектор, то пусть будет. Также марксманская винтовка МК-18 мод 1 Мьёльнир. В принципе, это похоже либо на Адар, на который навешали модов там просто до всрачки. Ну и, конечно же, калибр другой. Либо на М1А, который тоже обвешали модами. В целом, ну, снайперка и снайпер. Ну и различные новые оружейные моды. Что опять же непонятно, сколько, куда, что они там, очень размыто. Пару исправлений с ботами. Исправлено зависание ботов за стационарным оружием. Честно говоря, мне бесит, что боты садятся за всякие там пулеметы и тому подобное. Поскольку непонятно, кто там бот, ЧВК. И у меня был момент, когда бот садился за пулеметом какой-то. И я не мог нанести ему урон, хотя я стрелял прям в него. И расстояние было, ну, не прям уж большое. Поэтому какая-то срань с этим есть, и она меня бесит. Особенно, когда боты убивают меня со стационарного оружия. Меня просто это вообще вымыкает. Шли бы они лесом со своим стационарным оружием. Исправлен бах, когда килл, а не мог слышать приближения со спины. Ну и другие различные исправления и оптимизации ботов. Ну, непонятно, что там за исправление. Но вот оптимизация ботов это хорошо. Поскольку боты, насколько я понимаю, довольно-таки сильно просаживают производительный. И если FPS подрастет, я только за. Оптимизация. Оптимизация анимации для интерфейса. Не знаю, что именно они там оптимизировали. Но у них окошки, когда мышкой двигаешь, они отстают от мышки. Это они оптимизировали или не это, непонятно. Оптимизация звуков в оперативной памяти. Это тоже хорошо. Очень хорошо для FPS и производительности. Если производительность улучшится, опять же, я только за. Поскольку я еще тарковый стримлю, что еще сильнее нагружает мой компьютер. Ну и оптимизация серверов. Это тоже одно из важнейших, что приносит нам больше производительности, четкости, плавности картин. Оптимизация это кайф. Дальше идет целая пачка исправлений. Их я читать не буду, потому что там какой-то маразм. Вообще непонятно, о чем эти строчки там написаны. Черт и что. Я прочитал и чуть с ума не сошел. Вообще, в целом, читать почнуты Таркова, это та еще беда. Такое ощущение, что их переводят с непонятного языка на какой-то другой непонятный, потом на внеземной язык, потом с неземного на земной, потом еще на какой-то на английский, китайский, японский, потом с него на русский. И получается какая-то задница. В целом, вот такой вот патч. Примерно понятно, что будет, но в целом нужно опять же разбираться с каждым моментом, возможно добавится оптимизация. В целом должен быть неплохой патч, это хорошо. Но некоторые вещи, которые бы мне хотелось видеть, их нет до сих пор в игре. Это обещанные возможности делать пресетики для персонажей, чтобы я их не одевал в рейд по 200 раз. После того, как я сдох, заново все вот это вот туда собирать, это долго мне не интересно. Когда это добавят, это вообще будет в сказках. А так, в целом, довольно-таки добротный патч. Подкинули нам еще и вайп. Можно заново все это попробовать, заново поиграться в Тарков. Как раз перед Новым Годом можно залипнуть в игру и от всего отдохнуть. Надеюсь, что после выхода патча будет не слишком много всяких косяков. Ничего никуда не придется откатывать, перекатывать. Все благополучно на серваке установится. Даже если будет пара микропатчей, то и ничего страшного. Переживем и с кайфом поиграем. С вами был Варчик, корать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Быть на готове. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok